Доброе утро всем! Утро начинается с того, что мы находимся в городе Нюрнберг, Германия. Позавтракали, выезжаем из нашего отеля. Отель был на Винах Hotel. Очень прикольный, очень хороший завтрак, просто обалденный был. Погода не очень. Сейчас в Нюрнберге плюс 15, в Карл-Уэкварах тоже около 15. Но попаримся в баньках и погреемся, отдохнем. Нюрнберг очередной исторический город Германии. Почему исторический? Они все по-своему исторические, просто где-то больше сохранилось исторических мест, где-то меньше. Фишка в том, что во время Второй мировой войны силами союзников многие города были буквально стерты с лица земли. Например, Дрезден лежал в руинах полностью. Не было ни одного целого здания во всем городе. И в разной степени разные города были разрушены. Не в этом суть моего рассказа. А суть в том, что после войны за какие-то 10-15 лет немцы восстановили всю архитектуру по фотографиям, по видео тех эпох. Практически все, что мы видим сейчас в городах, в исторических городах, это, можно сказать, реплики. Реплики тех зданий, которые были. И это вызывает огромное уважение к немцам. Восхищение. Потому что они не только сохранили свою историю, культуру, они смогли ее восстановить после, казалось бы, невосполнимых потерь, которые вся эта культура и история понесла. Опять же, что касается Второй мировой войны и разрушений, которые Германия получила по ее окончанию, спустя, опять же, какие-то 30-40 лет она стала одной из крупнейших экономик мира и крупнейшей экономикой Европы. Несмотря на то, что она выплачивала огромные суммы союзникам в качестве компенсации за те потери, которые они понесли, и плюс она восстанавливала свою экономику. Сейчас Германия – это главная экономика Европы. Но, несмотря на то, что это главная экономика Европы, например, из тех стран, что мы были, Германии – одни из самых низких цены на продукты. Одни из самых недорогих отелей, в которых мы останавливались дешевле, были только в Словакии. Бензин стоит немножко дороже, чем в Австрии, меньше, чем на 10%, но дешевле, чем в Швейцарии или в Тенштейне. Зарплаты здесь по сравнению с Европой самые высокие, самые высокие социальные выплаты. А что такое социальные выплаты? Вы думаете, что социальные выплаты – это то, что человек теряет работу? Ну, не обязательно. Например, приезжают беженцы сюда, им дают бесплатное жилье. Это, как правило, отдельный дом, либо квартира, которую владельцы сдают, сдают, грубо говоря, государству, и государство платит владельцам за каждый день, за каждого человека, который жил в их квартире или в их доме. Плюс к этому, на каждого мигранта Германия выплачивает минимальный размер оплаты труда в Германии. Я могу ошибаться, я знаю, что в Австрии это 1300 евро, а в Германии вроде бы это была сумма побольше, но я точно не знаю, не буду врать. Но, тем не менее, вы можете понять, что такое это. И плюс дополнительные льготы и какие-то субсидии опять же этим людям. И это не граждане. Это просто люди, которые просят политического убежища. И плюс ко всему этому, она остается еще крупнейшей экономикой мира, самой крупной экономикой Европы. Дофига чего производит, дофига чего делает. Очень высокий уровень жизни в плане обеспеченности людей. И одни из самых низких цен на продукты в Европе. Вот как вот это делается? Не знаю, нет у них, понимаете, ничего. Ни полезных ресурсов, ни леса, даже леса нет своего. Все под морковку и капусту засажено. Ни металлургии своей нету, ничего своего нету. Все покупают, привозят, делают. Вот так вот. Музыка. 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 Четыре сауны, бочка и бассейн есть. Плюс кофе, ну, всякие напитки стоят в баре. Наливаешь, что хочешь. И там чаи, там еще что-то. Все это включено в стоимость, можно жить с ним, то пользоваться. Сейчас мы сходим только в финскую, потом пойдем в херпу. Травяная, не знаю, что это еще. Один хамам. И один еще какой-то с... Еще какой-то, непонятно, кто еще с вами с вами посмотрим. А потом пойдем по себе под саду. Музыка. 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 Вот в таком вот отельчике остановлюсь в Карловах Варах. Загородный гольф-клуб. Кругом стоят тележки для гольфа. Кади приезжают люди поиграть в гольф. Музыка. Карловы Варах. Первое впечатление о городе было. Сейчас пришли на знаковое место, на одну из главных достопримечательностей города. Здесь находятся различные питьевые источники, где можно будет сейчас попробовать разную воду. Смотрите, какой город отсюда открывает совсем другой вид. Вот, смотрите. Домики такие на берегу реки, теплые. Сейчас будем пробовать минеральную воду и расскажем вам, что почему. Вот первый источник, который мы увидели, называется «Русалка». Вода горячая, 60 градусов, на улице 10 градусов, так что я грею руки, у меня нет капла одежды. Вот это металлическая. И видите, образуются здесь морозки. Естественные воды, которые бьют из-под земли здесь тысячи лет. И вокруг этих термальных источников был образован город Карловы Вара. Здесь лечились такие короли, кайзеры, императоры сюда приезжали и так далее. Огромное количество было, всех не перечислить. Сейчас набираем воды, чтобы Миша набирать. Ну, толку не набирай, не надо, чуть-чуть набери просто. Я сейчас чуть-чуть пить не захочу. Будешь пробовать? Да. На горячее. А ты потихонечку, чуть-чуть пей. Будешь еще? Нет. Знаешь, на что похоже? Вот я из Екатеринбурга, у нас есть минеральная вода Шадринская называется, которая соленая. Вот, в общем соленая минеральная вода. Огромное! Так, другой, скажи, номер 6. 56 град. Вот был 60. Огромное? Нет, она чуть-чуть другая. Ну, слушай, обычная минералка. Негазированная, которая. И горячая. Ой, моя мама. Это вкуснее, да? Я думаю, что мы на этом закончим пробовать источники. Это источник книжны. Книжны Вацлавы. 65 градусов. Больше серные. И запаха вообще? Ну, и запаха особо нет. В Карловых Варах очень много санаториев, куда приезжают люди, купаются в этих источниках, пьют их. Весь их отдых заключается именно вот в этих процедурах и в этой воде. И поэтому еще этот курорт очень популярен среди россиян в том числе. Тут очень много надписей на русском языке. Многие знают русский язык. Ну, в общем, это уже стало доброй традицией. Давайте, как обычно, я эту кружку кому-нибудь подарю. Мы с Мишей эту кружку кому-нибудь подарим. Только что купили, из нее буквально два раза попили. Подписывайтесь на мой канал. Делайте репосты видео. Репосты скидывайте в комментарии к этому видео. И просто кому-то отправим в любую точку мира. Покажи надпись. Надпись Карла Увары. Ну, как бы, кто любит купола, присоединяйтесь. Карл Увары вообще очень маленький городок. Буквально там одна-две улицы, которые представляют какой-то интерес. Конечно, сюда там приезжать на неделю, если вы не летите сюда на курорт. Может быть, даже избыточно. Ну, так, один день погулять, может быть, полтора. Более чем хорошо. Вот. И здесь относительно недорого. Мы вчера поели. Это стоило на троих 250 чешских крон. Это примерно 600 рублей. Но мы особо ничего много не ели. Там супы какие-то. Ну, суп. Два супа. Второе. Что еще? Ну, что-то напитки. Миша гарнир взяли. Миша гарнир. Ну да, вот 600 рублей. Это была в самом центре туристическая кафешка. Достаточно крупная. То есть, в принципе, я думаю, можно найти места подешевле. Можно найти подороже. Ну, относительно, конечно, со Швейцарией, где там 40 евро за один раз покушать, большая разница. В Германии в среднем у нас покушать на одного человека где-то 10 евро выходило. Конечно, аудитория, которая здесь отдыхает, в основном люди 50+, если брать россиян. Есть, соответственно, реклама театров, каких-то романсов. Женщины романс поют обладательством премий каких-то. За проникновенное исполнение. Да. И вся реклама нам говорит о том, какой контингент здесь отдыхает и какой вид отдыха они предпочитают. Поэтому я не уверен, что вы найдете здесь какие-то тусовки или какие-то... Экшн какой-то. Да, какую-то такую движуху. Есть, скорее, размеренный отдых, который... Ну, если вы хотите сходить в театр, послушать свою классическую музыку. Если вы хотите днем полежать в минеральной воде, а вечером пойти в театр, то это вот вообще для вас прямо. Смотрите, даже рубли меняют. Видишь? За каждые 100 рублей дают 36 чешских крон. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заехали в Прагу, чтобы купить тердельник себе. Это такая ватрушкин, да, ватрушкин такой, который засовывает всякое все подряд. Спасибо за сурдоперевод, за этот, за кадровый текст. Он так готовится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, я на сушке. В общем, в Чехии есть такая диета. Ты 6 дней ешь только тердельники и 7 день ешь, ну, как бы, такой устраиваешься читмил. Ешь, что хочешь. И, говорят, худеешь на 5 килограмм в неделю. Сейчас попробуем. Мы, к сожалению, в Чехии только... А сколько? Один тердельник в день? Нет, завтрак, обед и ужин по тердельнику. Там неосознанными вкусами есть. Как раз их было 12 штук. То есть шоколадной пастой со свинками. Да, да, да. А и с мороженым, да? Да. Он сначала так аккуратно, так осторожно сначала, вдруг это что-то... Он всегда так делает. У меня в детстве любимое лакомство было, знаете, такая... Трубочка? Трубочка с... Со сливками. Вот это то же самое, только в 3 раза больше. 4 евро вот эта штука стоит. 4 евро? Да. 300 рублей, грубо говоря. Вот кому publ guardsmet, даймер, иаковarde но не. Всего собирая我? Нет, нет. Нет, нет! tщожно 이게 сказать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вообще по факту только приехали из Карла Квар и Прага кардинально отличается от них Каких-то полтора часа езды и вы находитесь прямо в другом мире Это уже здесь тусовка, движуха, толпы народа, всякие, я не знаю, развлечения какие-то есть Прикольно, разница большая И если видите нас строго, мы приезжали в Европу не для того, чтобы посмотреть все эти замечательности Мы приезжали на соревнования Iron Man Можете посмотреть выпуск в плейлисте Для того, чтобы поболеть за нашего друга И попутно у нас было еще 6 дней, чтобы прокатиться по округе Так как здесь расстояния маленькие, мы немножко покатались И мы для себя сделали вывод, куда бы мы хотели еще приехать раз Какие места мы хотели бы, ну, какие места мы бы пропустили И в Чехию я бы вернулся еще раз, потому что она недорогая, веселая, интересная И можно сочетать, допустим, 2-3 дня в Праге, потом день-два в Карловых Варах И потом уехать в Германию, в Нидерланды и Бельгию Вот, поэтому, в принципе, прикольно Ну, вот так вот я для себя Чехию узнал за 2 дня И надеюсь, мы сюда еще вернемся, более глубоко ее посмотрим И под конец дня мы приехали в другой чешский город, город Бурно Конечно, разница опять очень большая Но, наверное, это не Чехия такая, а Прага Такая очень туристичная, очень большая, активная А остальные чешские города, как и вся Европа, тихие и сонные И засыпают уже в 7-8 вечера Вот сейчас время 6 часов вечера, мы находимся в самом центре города Как видите, никого нет Сейчас ищем, где бы нам поесть В общем, мы зашли в ресторан, который был на площади, какой-то там гламурный Там была итальянская кухня Они сказали, а у вас есть чешская еда? Они сказали, нет, к сожалению, нету И порекомендовал нам хохошку для местных, где едят чисто чешское Очень вкусно и очень, как видите, прикольно Что дальше? Вы думаете, мы где-то на Тибете? Нет. Мы все еще в чешском городе Бурно. Вот здесь такая вот инсталляция фотографий Тибета. И эти штуки, заблоками называются, религиозные, которые крутишь и читаешь мантры. Ну что? Наш последний отель в Чехии. Я надеюсь, последний отель в Чехии в эту поездку, но не вообще в принципе. Модно сейчас говорить крайне. Ну слушай, я не модник. Я вам рассказал один раз, добыча. Ой. Вот это наш отель. Это наш номер, отель не наш. А, да. Это не наш отель, а наш номер. Это призрачный номер. Ой, что ты говоришь? Какой номер? Призрачный. Призрачный. Ой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok